Легендарные победы Волги, москвичи и горбатый запорожец. Возле музейного комплекса Самара космическая энтузиаста организовали выставку ретро-автомобилей. В атмосферу эпохи погрузился Николай Козлов. Пружинный патефон, трехколесный велосипед, эксерокопия газеты, возвещающая о покорении человеком космоса. А также народные любимцы той эпохи легендарной победы Волги, москвичи и горбатый запорожец. Артефактами их назвать не поворачивается язык, так как на выставку перед самарской ракетой все машины добрались своим ходом. Больше всего здесь советских джипов-тружеников ГАЗ-69. Участники выставки постарались не только максимально сохранить первоначальное состояние машин, кузов, ходовую и мотор. Сергей Решетников, например, восстановил командно-штабную машину космической эпохи. Единственный вездеход такого класса был ГАЗ-69, поэтому на нем очень много оборудования устанавливалось специально. Это были машины радиосвязи, это были другие спецавтомобили. Данный автомобиль как раз это Р-104, командно-штабная машина. На ней установлена радиосвязь. Радиосвязь вся установлена сейчас на моем автомобиле именно в оригинале, как это должно быть. В частных коллекциях России таких машин всего две. Выставка вызвала у самарцев огромный интерес. Такую технику в одном месте в таком количестве, конечно, это производит впечатление. И это радует, что у нас в Самаре так много людей, которые увлекаются этими ретро-автомобилями. Радость, гордость за Самару. Владельцев ретро-автомобилей объединил интернет. И не исключено, что в ближайшее время в Самаре появится еще один ретро-клуб. Николай Козлов, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова